Здравствуйте, меня зовут Сергей Геннадьевич, замену из Банка Тинькофф, судебнического отдела. Скажите, вот к Наталье приходится вам? Она к нам приходится. А кто вам этот номер дал? Наталья Юрьевна осталась в качестве контакта. Давно? Да, давно уже. Ну как это давно? Сколько давно? Сейчас вам скажу. Одну минуту ждать. Более полугода назад уже. А от меня вы что хотите? Наталье Юрьевне сможете информацию передать? Какую еще информацию? Какой Наталье Юрьевне? Я вам только что сказал. Кулакова Наталья Юрьевна. Ну я вам в ответ говорю. Какую еще информацию? Какой Наталье Юрьевне Кулаковой? То есть вы не знаете такого человека? Что, трудно догадаться с первого раза? Вы думаете, банк просто так звонит на все номинары? Ну ты скажи, это судебно-исковое дело. Ты что там, иск собираешься составлять или искать кого-то собираешься? Я звоню с целью розыска Наталье Юрьевне. Ну ищи себе, найми дедуктивное агентство, да ищи. А судебно что такое? Судебно-исковое. Ты что, специалист? Это исковое дело. То есть ты юрист? Вы не слышите меня? Да я тебя слышу. Ты юрист, ты мне хочешь сказать? Ты работаешь в таком громком... Инспектор. Старший инспектор Сергей Геннадьевич. У тебя образование юридическое, ты еще сейчас будешь утверждать, верно? Или ты студент? Да потому что название такое громко ты тут озвучил. И что? Ну давай спроси, я очень хорошо знаю, Наталья Юрьевна Кулакова, отлично знаю. Что ты хочешь предъявить? Что на тебя не платят? Наталья Юрьевна, что ты информацию передать? Какую еще информацию? Чтобы она заплатила? В суде встретимся, дружок, в суде. Встретимся, окей? А вас как зовут, скажите? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, а вы вот так разговариваете, вы думаете еще раз спрашиваете банку? Я уверен, а что ты там про банк, банк Тинькофф? Скажи мне адрес офиса банка Тинькофф. Есть у него офис? Первый город Москва, Первый Волоколандский проект. Да, клиентского, нет, клиентского офиса, где можно прийти и в глаза взглянуть какому-нибудь сотруднику. Я вам только что назвал адрес. Туда допуск вообще людям разрешен простым. Там сидит вот эта орава ваших технарей и все. У Натальи Николаевны есть договор с банком Тинькофф? Ответь мне. Кроме анкеты и вот этой вот присоединения оферты липовой. С чего вы взяли, что липова? Потому что в отношении денег вот этот аспект документальный никаким образом не работает. Слышал такую народную пословицу? Нет договора, нет разговора. Вы корректно даже разговаривать не умеете. Вы о чем так говорите? Ты привык, что перед тобой блеели. Понимаешь, а тебе... Корректно не можете разговаривать. Да я и не собираюсь с тобой корректно разговаривать. А с уважаемыми людьми буду корректно разговаривать. А с тем чмом, как ты, я разговаривать корректно никогда не буду. Потому что в таком вот неуважаемом людьми подразделении, как Тинькофф, работают одни чмошники, которые не смогли себе организовать никакой другой способ заработка. Это ваше мнение. Это мое мнение, и не только мое. Это мнение моих клиентов, которые обращаются за защитой ко мне от таких вот укры, как ты. Если вы знаете, если вы юридически так вот подкованы... Очень хорошо подкован, в отличие от тебя. Мало в этом уверен. Так мне все равно, что ты там уверен. На основании чего выводы вообще такие можешь делать? На основании того, что ты звонишь всякому бодляку и людям неудавшимся в жизни, инвалидам-пенсионерам, которых ты загоняешь в долги, в петлю. У меня позавчера человек повесился благодаря Тинькоффу, клиент. Потому что вот такие сволочи, как ты, его довели до этого. Тебе не стрёмно вообще? Ты что своим детям будешь рассказывать, когда постарше станешь? А? Чёрт. С какой ты интересуешься? С целью интересуешься? С какой целью ты звонишь сюда на этот номер, вторгаешься в мое личное пространство, совершаешь преступление? Да мне плевать, и найми детективное... агентство и устрой слежку, чтобы я только об этом не знал. А ты до такой степени борзой, что ты мне звонишь и пытаешься тут таким тоном со мной разговаривать. Так вот ты получай в обраточку, понял, придурок? Каким тоном? Нехорошим, мне этот тон не нравится. Таким нехорошим. Ты должен был в первую очередь спросить, удобно ли мне разговаривать, а не начинать свои выяснения. Понял? Кем да кто мне приходится? Я много чего в этом смысле понимаю, но вас я не могу понять. Ты в этой жизни кроме мультиков ничего не понимать не можешь, понимаешь? У тебя уровень образования... Скажи мне что... Это ваше мнение. А? Это ваше мнение, и можете оставаться... Так ты выключай телефон скорее и займись, знаешь, чем? Я бы тебе сказал просто вокруг людей. Спасибо вам за ваше высказывание. Я еще раз... Да, тебе может быть они помогут в этой жизни. Запомни, что тебе еще придется вспомнить этот разговор. Не надо ничего напоминать и учить жизни. Да я тебя не пытаюсь, куда тебя учить? Судя по голосу, тебе там около 30-ненько, да? Клапан уже, знаешь, через который поступает информация, уже давным-давно перекрыт. Свой подхатник. Что? С вам доброго, до свидания. И тебе не кашлять? Свой подхатник. Мне? Я тебе скажу, сколько мне лет. Хочешь? Мне неинтересно. Ну а что ты тогда претендуешь на информацию, на какую-то неинтересно? Что тебе вообще может быть интересно, кроме шальных бабок, которые ты вышибаешь с пенсионеров и инвалидов, со слабых людей? Ты наткнулся на сильного человека и затроил тут же. Я понял. А скажите, вот вы говорите, инвалидам, со слабых людей заставляет этих людей брать кредит? Да какая разница, кто заставляет? Сейчас дело не в этом. Они делают выбор, правильно? Они же сами тратят деньги. А ты знаешь, это не деньги банка. Ты вообще в курсе, откуда у банка деньги берутся? И есть ли они у них вообще, у банка деньги эти? В курсе. В курсе? И где же, скажи? Ты хочешь сказать, что это настоящие деньги у банка? Ты знаешь, сколько в ВВП в 15-м году у государства было в нашем? И сколько в виде кредитов выдано денег людям? 17 триллионов в 15-м году. ВВП в 4 раза меньше. А что за деньги выдали банки людям? А ну скажи. И даже дело не в том, откуда они берутся. А каким способом вы вышибаете потом эти деньги? Понял? И каким способом? Я тебе еще раз повторю. Три дня назад женщина в петлю прыгнула. Благодаря Тинькову. Ты только из-за этой информации должен задуматься. Понял? Еще раз вам повторить. Что? Вы не слышите? Банк действует в рамках закона. В рамках закона действует банк, когда выдает деньги. Если в том случае, если есть договор, где договор? Банк пользуется юридической некомпетентностью человека. Заведомо вручая ему деньги под несуществующие некорректные документы. Запомни это раз и навсегда. Деньги вручают людям, пользуясь некомпетентностью юридической. Варку там. Еще раз вам повторюсь, что банк действует в рамках закона. Это тебе так сказали твои работодатели. Это тебе так сказали. А ты сейчас разговариваешь с юристом, который занимается не первый год. Клиенты проигрывают дела и выплачивают деньги. Если вы так юридически... Ну не мои клиенты, запомни это раз и навсегда. Ты мне уже говорил, клади трубку. Че никак, конструкция не позволяет, да бабок не срубишь. Клади трубку, сказал тебе черт. Ты че трубку не кладешь? Алло. Ай? Трубку клади. Алло. Алло, давай деньги заплачу. Клади трубку. Че-то ганища моя. Позорная дичь. Передай там своему колл-центру пожелания, чтобы все там обосрались. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...